Экономика Эстонии продолжает быстро восстанавливаться после коронакризиса, а свидетельством тому является рост товарооборота. Как сообщает департамент статистики, в августе экспорт в годовом сравнении вырос на 465%, а импорт на 40%. За 8 месяцев этого года экспорт вырос на 29%. Экономисты говорят, что наша страна вместе с Северной Европой и странами Балтии находится в авангарде европейского роста. Тон у нас задают три группы товаров – топливные масла, оборудование для мобильной связи и электроэнергии. Растет и импорт древесины, и изделия из нее. Цифры экспорта и импорта, начиная с апреля, растут очень бурно – по 30-40% в разные месяцы. Конечно, часть роста вызвана ценовым ралли, но и объемы выросли не на единичные проценты, а более 10%. Более всего на рост влияют разные виды топлива. Его привозят в страну, мы его обогащаем и отправляем дальше. Но и продукция электронной промышленности, и деревообрабатывающий сектор сильно изменились и выросли. Конечно, следует иметь в виду, что рост торгового оборота вызван двумя факторами – как высоким спросом, так и высокими ценами на электроэнергию, потянувшими за собой и стоимость всего минерального топлива. Спрос таким образом компенсирует поднявшиеся производственные затраты. Многие энергии, в частности, потребляют целлюлозно-бумажная промышленность. Но впереди зима, и спрос на энергоносители и останется высоким. В целом, производственные мощности сейчас загружены на 81%. Данные собираются последние 20 лет, и столь высокие показатели за два десятилетия вообще не наблюдались. Примечательный рост в области оборудования для мобильной связи и других электронных компонентов. Он вызван тем, что США и некоторые европейские страны ограничивают сотрудничество с китайскими компаниями. Благодаря этому США стали для нас важным внешнеторговым партнером. Европейских производителей оборудования для мобильной связи поддерживают и то, что фирма Huawei ни в Европе, ни в США не находится в хорошем списке, и использование ее продукции пытаются ограничить. Если говорить о перспективе в целом, то экспорт будет быстро расти и в ближайшие месяцы. Спрос на энергоносители будет велик по меньшей мере в зимние месяцы. Эксперты полагают, что рост экспорта и в ближайшее время продолжится. Цена на энергию энергоносители начнет снижаться ориентировочно только к весне. Сейчас 60% компаний готовы производить даже больше, но им мешает нехватка работников и дефицит сырья. Но зарплаты растут, а проблема поставки материалов должна быть решена в течение этого года. Хотя, конечно, наращивать производство проще тем, кто в большей мере ориентирован на отечественное сырье. Александр Цукерман, Петер Илливайн, Новости Таллина.